Друзья, приветствую! Вы только посмотрите на это дешевое шепито, которое показали на первом канале. Да и все пропагандистские СМИ сейчас забиты кадрами, которые к реальности, с моей точки зрения, отношения не имеют никакого. Сегодня я вам покажу несколько основных моментов, которые на правду не похожи абсолютно. Голливуд отдыхает. Также сегодня расскажу про нападки на мой канал, будет интересно. Друзья мои, в общем, на первом канале показали сюжет с украинским агентом. Поймали украинского агента, и он дал интервью первому каналу. Вот так легко и просто журналистов свели с иностранным агентом. И он сидит и выкладывает как на духу журналюги все, что происходит. Слушайте, такой дурдом, это хлеще, чем с УАЗиком. Завербован я был в 2018 году. Сотрудником выставился по имени Славик Вячеслав. В звании капитан, он был в ГУР, это главная украинеразведка, институт обороны Украины. Конкретно по первым лицам он просил меня за Дениса Синенкова и за Владимира Конова. Он интересовал его там, допустим, маршрут исследования. Интересовал его конкретно выезд, допустим, на территорию РФ, через Успенку, если не ехали, по каким-то делам. То он конкретно мне там, допустим, скидывал данные вот в этот день и Дениса Синенкова на такой-то машине, какие-то номера. То есть их интересовали пути исследования? Да, получается, да. Вот вы сейчас здесь сидите и не знаете, а возле здания администрации подорвали УАЗик Дениса Синенкова. Машина взорвалась в центре Донецка. У него не осталось ни крыши. Погибший есть? К счастью нет. Но вы понимаете. Теоретически понимаю. Я в конце уже 21-го года. Он интересовался именно Синенковым. Я еще думаю, ну, о чем он так сильно заинтересовался с Зану. То он так будто перерывал, потом он опять за ним спрашивал. Ну, он типа намекнул, что скоро у вас там в Дейнере будет большой траур. Ну, я как бы сопоставил мысли и понял, что, скорее всего, может быть, что было связано с этим. Друзья мои, ну они уже ничего абсолютно не стесняются. Вот смотрите, просто простая логика, элементарная логика. Вы можете со мной, конечно, не согласиться, но объясните, тогда попробуйте по-другому в комментариях. Первый канал показывает украинского агента. По сути, преступник. По сути, врага. Этот самый враг сидит и легко и непринужденно дает интервью журналистке. Он сидит без наручников, не пристегнутый, в обычной гражданской одежде, в какой-то куртке. Кстати, достаточно чисто выбрит, щеки, усы выбриты. То есть, это не какая-то там семидневная щетина, потому что его сначала поймали, задержали, допросили. Нет, абсолютно чистенько выбритый, абсолютно чистенько одет. Опять же, повторюсь, да, без наручников сидит, воды стаканчик. Такая обстановка, чуть ли не семейная, сидит, раздает интервью. Да, шпиону-агенту просто так дали рассказать, что происходило. Я не знаю, как вы, друзья мои, но с моей точки зрения, это похоже на самую настоящую клоунаду. Снимают какие-то мультики просто-напросто. Я понимаю, что, конечно же, нужно показать, какие украинцы плохие, чтобы россияне еще больше на них озлобились. Но вот такую тухту снимать, слушайте, я не знаю. В то же время нам показывают кадры эвакуации какие-то непонятные. Я вам уже показывал полупустые автобусы эти. И показывают, как же размещают беженцам. Беженцам обещали места, а в итоге, вот посмотрите, беженцев заселяют в какие-то спортивные залы. Люди переживают без еды, без воды. Сорвали с места жительства, увезли в непонятном направлении, по сути. Обещали еду, воду и выплаты. И что касается выплат. Друзья мои, вот смотрите, в чем заключается ложь, опять же, с моей точки зрения. Правительство выделило 5 миллиардов рублей из резервного фонда. Не взяли у каких-то олигархов, а выделили из резервного фонда. По сути, взяли у налогоплательщиков 5 миллиардов на выплату помощи беженцам. И моралисты сейчас могут биться в истерике и ругаться на меня и говорить, Антон, ну что ты такое говоришь. Друзья мои, просто послушайте, давайте в чистых цифрах. Мне всегда жалко людей, которые попадают под замес, потому что, когда бьются два слона, в данном случае, я говорю о политиках, страдает всегда трава. Трава, в моем понимании, опять же, в данном случае, это простые люди. Где-то там наверху бьются, меряются, простите меня, размерами своих ракет и амбиций. Но больше всего меряются размерами своей пропаганды, раздутостью ее. А люди в итоге страдают. Но давайте посчитаем. 5 миллиардов рублей. Деньги уже выделены. Заявили, что каждому из беженцев будет выделено по 10 тысяч рублей. Соответственно, мы понимаем, что речь идет про полмиллиона беженцев минимум. Ранее нам заявляли про 700 тысяч беженцев. А давайте теперь перейдем к реальности. Что такое 500, даже 500 тысяч человек? Это население достаточно крупного среднего города России. Но что же мы видим в реальности? В реальности уже больше 7 регионов объявили режим ЧАЭС из-за наплыва беженцев. И вот о чем заявляют. Тоже послушайте внимательно, это открытая информация, можете проверить. Проверяется вот буквально легко с помощью гугла. Челябинские власти заявили о том, что область готова принять до 1200 беженцев из Донбасса. Для них уже подготовили 21 пункт временного пребывания. Правительство Ленообласти выразило готовность принять 1500 беженцев. Курские власти заявили о готовности принять до 1500 беженцев. Московская область, достаточно большая область, готова разместить у себя порядка 1500 беженцев. То же самое с Владимирской областью. И в этом месте мы начинаем понимать, что цифры не бьются. Каждый регион в среднем готов принять 1500 беженцев. Есть регионы, которые заявили про большее число на вопрос ресурсов, потому что Ростовская область заявила про 13 с чем-то тысяч. Но насколько я понимаю, ресурса на это просто не существует. И давайте возьмем так. В России сколько у нас регионов? Давайте умножим количество регионов в России на 1500 человек. Ну пусть даже на 2000 умножим максимум. Сколько у нас получится? Максимум беженцев Россия может принять. По моим скромным подсчетам не более 170 тысяч. Но правительство заявляет про 500 тысяч человек. Откуда получается берется эта цифра? Откуда 30 тысяч? Куда людей будут девать? Пообещали, что мы можем принять. Но области не готовы принимать такое количество человек. Теперь давайте примем во внимание тот факт, что беженцам-то сказали, что вы уедете ненадолго. Соответственно, отсюда следует вывод, что куда-то в Хабаровск ехать им, во Владивосток, в Якутию. Да в принципе, куда-то за Урал просто нереально. Соответственно, количество регионов, которые могут реально принять беженцев, и куда реально могут люди поехать, очень резко сокращается. В связи с этим я рискую сделать вывод, что речь идет про огромнейший отмыв денег. А уже начались проблемы в той же Ростовской области. Тоже послушайте. В Ростове-на-Дону пришлось расселить, и об этом сообщают издания, одно из общежитий Донского государственного технического университета, чтобы освободить места для беженца. Под расселение попали выпускники, студенты четвертого курса, и предполагается, что около трети учащихся просто-напросто съехало. Но, конечно же, объективно давайте рассуждать. Все мы люди, и кому понравится, что студента просто выселяют, в то время, когда нужно готовиться к сессиям. В то время, когда нужно просто выполнять какие-то текущие задания. А здесь ребята живут в общежитии, но явно не потому, что они живут в этом городе, скорее всего, приезжие. Им сейчас приходится в спешке покидать общежитие, чтобы уехать. Не понравится это кому в первую очередь? Родителям. Не понравится это студентам? Соответственно, начинают возникать проблемы. Но и не только в Ростовской области это происходит. Допустим, из Свердловской области пришло сообщение о том, что там ради 600 беженцев из Донбасса со спецбольницей Липовка выселили пациентов прямо посреди лечения. Об этом сообщает издание Знаком. А вот теперь на секунду притормозим и поймем с вами, что элементарно 600 человек, всего лишь 600 человек, мы не говорим про какие-то тысячи. 600 человек некуда деть для того, чтобы поселить 600 беженцев из больницы в срочном порядке выписывают людей, которые нуждаются в лечении. Одно лечим, другое калечим. Я, конечно, понимаю, людям нужно помочь. Люди оказались в сложной жизненной ситуации, нужно выделить деньги. Но для того, чтобы помочь одним, мы делаем зло другим. Вот эти люди, которые управляют и рулят процессом, они вообще отдают себе отчет в том, что происходит. Нагнетается обстановка там. Люди, кто наслушался оттуда, действительно бегут. В России их жалеют. Естественно, но жалеют чем? Жалеют с помощью благосостояния собственных граждан. Причем не просто благосостояния, а в данном случае речь идет о здоровье. Беженцев почему-то, простите меня, не везут на Рублево-Успенское шоссе. Я думаю, там их можно всех поместить, потому что там, извините меня, такие дома, такие хоромы. Можно весь Донбасс, наверное, туда разместить. Также издание Знак сообщает о том, что в Ростове-на-Дону открыли пункты по сбору гуманитарной помощи. И волонтеры рассказали, что есть ограничения в приеме вещей. И принимают, оказывается, не все вещи, а только новые с бирками, этикетками и целой упаковки. Это изданию Знак рассказали волонтеры. Я думаю, что изданию Знак смысла врать нет. Но послушайте, если это действительно помощь собирается беженцам, то зачем этикетки на одежде? И что-то мне подсказывает, опять же, исходя из моей логики, что вскоре вот эти самые вещи, которые добрые жители Ростовской области будут сдавать, окажутся на ближайших рынках. Я могу, конечно, ошибаться. Также на фоне этой нагнетаемой паники стали появляться видео из самого Донецка. И вот давайте посмотрим видео жителя, который сообщает о том, что там конкретно вот у него на районе, так скажем, все спокойно. И многие не понимают, из-за чего такая паника. Потому что локальные обстрелы, это опять же, с их слов, продолжаются уже на протяжении нескольких лет. Я из Донецка. Только что вернулся из рейса. В общем, что я могу сказать? Мне просто интересно. Всю ночь шли автобусы отсюда. Из Донецка. Собирали где-то каких-то людей. Да, я видел дети. Женщины. Мужчин не было. Там пересаживались на границе. И сопровождением ехали в Таганрог. Меня остановили по дороге инспектора ГИБДД. Мы с ними поговорили. Они спросили, ты домой? Я говорю, да, домой. Говорит, а тебя пустят? Я говорю, а что не пустят? Ну, говорит, там же эвакуация. Я говорю, я не знаю. Я поеду, у меня работа. Так я к чему это видео записываю? Я приехал домой. Выезжал позавчера. Ездил недалеко. Стреляли, как обычно. Восемь часов утра по графику. И пять часов вечера. Для показухи. Что изменилось? Для чего висит цирк? Я не могу понять. Нафига? Вот это вот ездят полицейские по улицам. Не знаю. Везде эти плакаты висят. Не поднимайте панику. Так вы же панику и поднимаете. Никто ничего не выезжал. Зашел хлеба купить. Хлеба нет в магазине. Кто нападает? Где нападает? Вот улица. Покажите мне, пожалуйста. Тишина и покой. Ну извините вечером. Но в любом случае ничего не слышно. Ну как-то так. Накипело. Отличается, друзья мои, правда от того, что говорит пропаганда. Или вот еще, допустим, нарезка из роликов. Ситуация, которая показана в ролике, очень сильно отличается от ситуации, которая преподносит нам пропаганда. Обратите, пожалуйста, внимание, тоже особо никакой паники нет. У нас в России примерно то же самое было во время ковида. Помните, когда буквально во всех магазинах крутилась одна и та же пластинка, которая заживала, которая надоела уже всем. И на нее никто не обращал внимания. Здесь также идет эвакуация. Люди ходят, спокойно закупаются, как в обычной жизни. И тоже, собственно, автор данного ролика нам пытается показать, что ничего такого нет. Нет паники-то у людей. Значит, в магазине объявляют о том, что эвакуация. Но люди мирно и тихо скупляются. Обычные покупки не переполнены, какие-то тележки. Хочу сказать тем, кто людям прожил здесь всю войну. Естественно, стреляли, было слышно. Сейчас в данный момент как бы тишина. Даже как-то аж странно, что при такой массовой эвакуации очень тихо, очень какое-то затишье. Вот в городе на сегодняшний день сказать, что стоят эшелоны людей, которые хотят выехать. Ну, может быть, кто-то услышал про 10 тысяч и решил выехать. Ну вот, друзья мои, это то, что показывают обычные люди. Я на этих кадрах вижу простых людей, которые просто ходят, занимаются своими делами. И которым уже просто, судя по всему, за все это время надоели эти хлопки, надоели эти выстрелы бесконечные. Которые, как я опять же понимаю, периодически слышны. Это известно всем очень давно. И люди не понимают, из-за чего, собственно, вот это нагнетаемая паник. По российским же телеканалам пропагандисты разгоняют максимально истерию. А кроме как истерии, это по-другому назвать нельзя. Я вам хочу процитировать, что же рассказал один из политологов. Абаз Галямов поделился своим мнением и отвечает на вопрос, для чего же Путину потребовалась срочная эвакуация беженцев из Донбасса. И вот цитирую его слова. Кремлю сейчас обязательно нужно доказать, что не он первый начал. На уровне формальной логики сделать это очень непросто. Я, кстати, с ним здесь совершенно согласен. Рассуждая трезво, вообще мало кто согласится поверить в то, что маленькая и заведомо более слабая Украина может задирать большую и сильную Россию. Тем более, не станет она этого делать в момент, когда та подготовилась к войне и сконцентрировала на границе мощную военную группировку. На уровне логики все это совершенно не бьется. О чем я вам как раз собственно и рассказываю. Значит, в дело нужно принести эмоции. Эмоции настолько сильные, чтобы они смогли хотя бы на время затмить разум. Главный инструмент здесь беженцы. Если что и способно решить описанную задачу, то это картинка несчастных людей, вырванных из своих домов, брошенных в неизвестность. Особенно хороши плачущие дети. Устоять перед этим образом вообще мало кто способен. Вспомните Достоевского с его слезой ребенка. Не случайно во многих странах законодательно запрещено использовать детей в рекламах ни детских товаров. Это считается ударом ниже пояса. К сожалению, не везде и не всеми. А да, друзья мои, эта методичка действительно стара как мир. Людям на фоне сильных эмоций, вот в такие эмоциональные ямы, можно загрузить абсолютно любой мусор. Эмоциональной ямой может быть страх. Пугать уже не получается, люди уже запуганы. Теперь нужно надавить на жалость. На жалость к детишкам, на жалость к беженцам. И получается как? Показывают плачущих детей, беженцев таскают туда-сюда. Атмосфера жалости к этим людям. И она действительно присутствует. А тут, значит, дядя Вова на белом коне такой спаситель. Помните, как это было в 2014 году? А все зачем? Да потому что выборы скоро. Нужно же показать. Вы вспомните, история этого повторяется. Ничего нового, абсолютно все по той же самой старой копирке, по тому же самому шаблону. Потом слезы радости, что защитили людей. Публичное какое-нибудь выступление в Лужниках. Соберем опять стадион ковидный. И значит, спасибо тебе, дядя Вова, за то, что своих не бросаем. Но скажите, сценарий знакомый, и мы такое уже видели. Ну и на фоне всего этого рейтинг, конечно же, готов. Все, пожалуйста, с пылу, с жару и с печи. И сейчас, в подтверждение своих слов, я хочу вам показать вот этот самый элемент, который является частью одной большой мозаики по промывке мозгов людей. Посмотрите на этот спектакль, который называется «Крокодиловые слезы» в исполнении двух пропагандистов. Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти? Вот одну такую девочку им всем показать, и вопрос закрыт. Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что, в отличие от политиков, они знают, к чему это ведет. Ну вот, смотрите, пожалуйста, и слезы здесь. История про маленьких детей. Ну вот она, вот она, копирочка. Я не знаю просто, как ищу людям, которые до сих пор не хотят этого понять, как еще донести, как еще показать. Эти технологии, они работают не то чтобы годами, они работают веками. Вот она, пожалуйста, вам вся мозаичка. Я вам больше скажу, сколько фейков сейчас проходит. Я вам не все даже и могу сейчас показать, потому что YouTube подобные кадры не особо любит. Если вам будет максимально интересно, вы сможете посмотреть кадры в моем Telegram-канале. И эти люди, они ведь не гнушаются абсолютно ничем. В то же время, они сейчас забили эфир. Донецк, Луганск, но они абсолютно не рассказывают, что же происходит у нас в стране. Допустим, в Москве выходят сотни москвичей, которые получили квитанции с перерасчетом. 300-500% у людей коммуналки выросли в 3-5 раз за отопление. Люди вышли, потому что вместо тех же 5000, они в квитанциях стали видеть 15. Люди выходят. Про это хоть кто-то рассказывает? Посмотрите. Нет, про это никто не рассказывает. А может быть кто-то рассказывает про то, что в Башкирии происходит? Нет, про Башкирию я тоже не вижу, потому что везде Донецк, Луганск, Украина, США, НАТО. Жители Башкортостана митингуют против вторжения, как называют, французских пчел. Люди выходят на митинг, потому что у французской компании есть планы. И они собираются взять часть башкирских земель в аренду и развивать там промышленное пчеловодство. Один кусок Китая в аренду отдадим, другой Узбекистану, третий французам отдадим. А люди протестуют. Люди действительно протестуют, противятся это происходит. Вот прямо сейчас. А что же там пропаганда рассказывает? Про маленьких девочек в Луганске и Донецк. Красиво, правда? А про это хоть кто-нибудь расскажет? Нет, друзья мои. Вот это вы по экрану федерального телевидения не видите, не увидите. И никогда это не покажут. Теперь, друзья мои, как раз расскажу вам про правду. Про то, как сейчас в данный момент идут нападки на мой канал. Как раз за то, что я говорю правду. Я не буду рекламировать этих людей. Я не буду их называть конкретно. Зачем их лишний раз пиарить? Потому что черный пиар тоже пиар. Ну, в общем, есть в одной из социальных сетей некая группа. Они называют себя мракоборцы. В общем, они бьются, якобы бьются, против тех, кто считает себя антипрививчником. Как вы все прекрасно знаете, антипрививчником я не являюсь. Я всегда говорю, что нужно в первую очередь думать своей головой. Я рассказывал вам свою жизненную ситуацию. Рассказывал вам о том, что нужно в первую очередь, прежде чем сделать подобный шаг, нужно провериться. Вы все это от меня слышали, знаете мою позицию, знаете про побочки, которые случились у моих родственников и что их сейчас нет больше на этом свете. Вы все это знаете. В одном из последних роликов я вам рассказывал и показывал людей, которые заявляют о том, что они собираются делать, проводить вот этот самый эксперимент над детьми-сиротами. Я вам об этом рассказывал. Вот эти самые мракоборцы, а они не мракоборцы. Нет, ребят, вы не мракоборцы, вы мракобесы. Они создали пост и призвали своих адептов кидать жалобы на мой канал. Я рассказываю о том, что совершается преступление, о том, что вот эти слова, причем это высшее руководство, что их действия абсолютно противоречат закону. Я привел в пример этот закон. Вот вы сейчас видите на своих экранах, что эксперименты медицинские на сиротах запрещены. Я об этом рассказываю, и они меня объявляют. Ну, значит, человеком, который чем-то врет. Вранье, получается, заключается в том, что я говорю, ребята, ну, нельзя закон нарушать, это совсем неправильно. А они говорят, Антон Хардин, ты ковид-паразит, мы будем на тебя кидать жалобы. Они опубликовали пост о том, что нужно на меня жаловаться, на мой канал сейчас летят жалобы. Ну, в общем, вот они, друзья мои, вся правда. Я вам честно скажу, сначала я расстроился и хотел вас попросить кинуть на них ссылку, попросить, чтобы вы на них накидали жалоб, потому что вместе сообща у нас все-таки более крупное сообщество, и мы бы могли их заблокировать. Вот просто по щелчку пальцев. Но я, друзья мои, все-таки уверен, что справедливость восторжествует, что к ним прилетит бумеранг. Так что все хорошо, продолжаем рубить правду, а вы помогайте распространять правду, делитесь роликом, не забывайте подписаться на канал с колокольчиком и проявить активность под выпуском. Лайк, подписка, не важно что, любая активность, она помогает в распространении правды. С вами были новости с Антоном Хардиным, и я не прощаюсь.